Итак, всем привет! Я сейчас сделаю прогнозы на матчи РФПЛ на воскресенье. Сразу хочу сказать, что все свои прогнозы я устраиваю, исходя из определенной логики, статистики. Но порой в футболе все происходит против. В логике не всегда статистика работает, поэтому иногда происходят неожиданные встречи. Ну, например, как бы мы бы не прогнозировали и что бы мы бы не рассказывали в прогнозе, мы не можем гарантировать, что, например, один из футболистов той или иной команды станет не с той ноги и на ровном месте не получит красную карточку или же не забьет свои ворота. И от подобных компонентов их в футболе, к сожалению или к счастью, происходит огромное количество, поэтому некоторые ставки не заходят. Но я продолжаю гнуть свою линию, устраивать свои прогнозы, исходя из логики, потому что иначе никак прогноз адекватно выстроить нельзя. И первая моя ставка на ФФПЛ это сразу же двойник. Я загрузил на этот двойник приличную сумму, потому что в моем понимании, как раз таки исходя из логики, он просто не может не пройти. Вы сами прекрасно понимаете, что вот сегодня тоже были матчи, которые должны были проходить, но по тем или иным обстоятельствам не проходили. Итак, для двойника я взял матчи Рубин против Зенита и Амкар против Терека. Что касается матча Рубин-Зенит, здесь я взял нулевую фору на гостей. Коэффициент 1.43. Почему я взял фору на гостей? Ну потому что я просто не представляю, как Рубин может вообще забивать мячи. Если вы смотрели матчи Рубина после возобновления чемпионата, то, думаю, меня поймете. Да, у команды неплохо достаточно все складывается в обороне, практически всегда играет на ноль, но с атакой там настолько большая проблема, что даже у себя против Оренбурга сыграли 0-0. Даже в гостях у Урала не смогли забить гол. Что касается гостевого матча против Анжи, то там чистое везение, потому что Анжи владел инициативой, с тем случилось у хозяев удаление, и Рубин в большинстве дожал, забив один гол. Ну такое бывает, я уже про это говорил, но так или иначе с атакой у Рубин настолько серьезные проблемы, что я не вижу, каким образом Рубин может забить гол. И исходя из этого, уже фора 0 на Зенит выглядит нормальной ставкой. Многие подумают, что ну Зенит плохо играет в гостях. Я отчасти соглашусь, потому что Зенит играет плохо в гостях на плохих полях. У Амкара плохое поле, там синтетика. Амкару вообще нет, кого на своем поле не пропустил голов, потому что там поле синтетическое, и кроме хозяев на этом поле никто не приспособился играть. Что касается поля в Казани, то оно сейчас уже находится в хорошем состоянии, а это уже говорит о том, что комбинационный футбол Зенита там будет прокатывать. Зенит, в принципе, в предыдущем туре наконец-таки держал уверенную победу 2-0 над Арсеналом. Да, для этого было спорно-обидное поражение Амкара. Опять же, все считали фаворитами Зенита, и Зенит, в принципе, должен был побеждать. Но спорные судейские решения, которые потом в течение полумесяца обсуждали еще, изменило исход матча. Это вот я как раз таки про то и говорю, что какие-то малейшие детали, они могут в корне перечертить всю аналитику и логику, и поэтому порой ставки не заходят. Это футбол. Но радует то, что, в принципе, Зенит мало пропускает. Зенит не пропустил гостях УЦСКА, Зенит не пропустил Атулы, Зенит пропустил спорный мяч Амкара, но опять же, давайте сошлем это на поле. Что касается таки Рубины, я думаю, что здесь Зенит не позволит себе пропустить мяч, и мне кажется почему-то, что в этом матче Зенит сможет забить и одержит победу. Поэтому 1.43, ну я не знаю. Но вот в моем понимании, опять же, это в самом худшем исходе может быть только возврат, если там игра закончится 0-0. Кстати, что касается Зенита, вот помимо этого события, за 1.43, который я взял 2 ник, я также сделал ставку Ординар. Я поставил 2х Зенит плюс тотал меньше 2.5. То есть цена 2.02. Опять же, не стал брать победу, потому что в российском чемпионате, особенно вот сейчас, на данном этапе, на победу какой-то команды ставить не всегда правильно. Поэтому я перестраховался, взял 2х, но тотал меньше 2.5. Почему? Потому что, опять же, в гол Рубины я не верю абсолютно. Если вы посмотрите домашний матч Рубина, то там тотал меньше 2.5 прошел во всех встречах, где Рубин не играл против заядлых аутсайдеров, типа Томи, Крылышек и так далее. То есть в тех встречах, где Рубин завивал. Но Рубин завивал первую часть сезона, когда они могли это делать. Сейчас они это вообще не могут делать, даже против аутсайдеров. Но в то же самое время, оборонительная игра у Рубина хорошо поставлена. Поэтому здесь 2х на Зенит плюс тотал меньше 2.5. За 2.02 кажется хорошей ставкой еще и потому, что Зенит тоже пока что не набрал оптимальные кондиции и не результативен. Зенит, в принципе, в гостях мало когда результативен. Но вот после возобновления чемпионата тотал меньше 2.5, соответственно, тоже во всех матчах Зенита проходил. И второй матч для этого двойника, то есть еще раз, я поставил ординарный Зенит 2х плюс тотал меньше 2.5. Опять же, можете не ставить. Это лишь мои ставки. На своем YouTube-канале я всего лишь показываю, как я ставлю, высказывая всю точку зрения. Ваше право с ней соглашаться или нет. Поэтому говорите мне, что вот я поставил по твоему прогнозу, а он не прошел. И я не заставляю никого ставить по прогнозам. Я высказываю точку зрения. Например, иногда я тоже смотрю чью-либо аналитику. Я никогда даже не вдумываюсь в то, на какое событие ставит человек. Я всегда слушаю конкретно информацию, факты, которые говорит человек. Например, количество травмированных и так далее. И уже исходя из этих фактов, я могу сложить какое-то свое собственное мнение. Чего рекомендую и вам. Итак, фора 0. Мы взяли на Зенит за 1.43. И еще один матч, который на полчаса раньше начнется. Это матч Амкара против Терека. Здесь, мне кажется, тоже, согласно моей логике, опять же, да, железо-бетон, фора 0 на Амкар. Почему-то на Амкар слишком высокий коэффициент. И фора 0 на Амкар за целых 1.9. Да, конечно, Амкар там конфузился в томии. Проиграл он так или иначе. Амкар всегда в гостях плохо играет. Но вы посмотрите на статистику Амкару домашней встречи. Амкар за все 9 встреч не пропустил ни одного мяча на своем поле. Хотя даже там фавориты приезжали в гости к Амкару. В предыдущем туре мы уже говорили про эту встречу. Обыграли Зенит 1.0. Но в целом Амкар тоже не так часто забивает. Поэтому я вообще сначала хотел поставить ставку 1х плюс тотал меньше 2.5. Либо же, что обе команды не забьют. Но там коэффициенты настолько мизерные, что даже их я рассматривать не стал. Поэтому просто взял фор 0 на Амкара. А Вось победит, а Вось сыграет 0.0. То есть, в принципе, я думаю, что Терек здесь тоже не забьет. Команда после возобновления вообще туго играет. Да, может быть, какие-то встречи не повезло, например, с Уфой. Но зато накачали в Ростове 0.0. И там у Ростова было колоссальное количество моментов. Терек практически ничего не создал. В принципе, Терек играет дома хорошо, в гостях ужасно. Амкар же, повторюсь, в 9 играх домашних держал 7 побед. 2 завершил ничью. Не пропустил ни одного мяча. И забил 10 мячей. Тоже немного. В среднем чуть более гола за игру. Там, если посмотрите, 1.0 самый часто встречающийся в счет домашних игр Амкар. Можете даже на него загрузить. Коэффициент там 5.60. Я же грузить не стал. Я просто взял двойник фору Амкара 0 за 1.9. И в итоге общий коэффициент этого двойника у меня составил 2.71. В принципе, коэффициент неплохой. Да, там, возможно, возврат по какому-то событию. Но, так или иначе, мне кажется, это событие надежным. Если вам понравился двойник, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Переходите в группу. Там тоже будут какие-то прогнозы. Ну и ждите также мой анализ матча ЦСКА Крылья Советов. Там тоже у меня несколько ставок. Ну и, соответственно, обязательно матч Арсенал против Матчайсер Сити. И Наполи против Ювентуса. Всем успехов. Увидимся. Ставьте с умом. Я обязательно складываю свое собственное мнение. А не доверяйте кому-то. Особенно мне. Мне не нужно доверять. Ставьте сами. Напоминаю то, что в своих прогнозах я всего лишь выражаю свое собственное мнение. А не призываю вас на что-либо ставить. Поэтому в идеале вы должны сформировать свое собственное мнение. Футбол, он тем привлекательен, что порой в нем происходят неожиданные события. Поэтому иногда даже самый разумный прогноз не всегда может зайти. Но на дистанции я в плюсе. Чего желаю вам. Ставьте с умом. Успехов вам.